Издательство «Францисканцев» выпустило пятый том католической энциклопедии. Потребовалось более десяти лет, чтобы написать и собрать пять с половиной тысяч статей, более трех тысяч иллюстраций. В редакции сейчас носят последние правки. Вложено усилие даже не той небольшой группы людей, которые постоянно, каждодневно занимаются энциклопедией. В нее вложен труд сотен людей. Поскольку у нас много авторов. И здесь как раз то, о чем я сказал, такое соединение усилий русских ученых. А в энциклопедии принимают участие самые лучшие специалисты в области истории, философии, искусствоведения, музыковедения. Это профессора, доктора наук из Московской консерватории, из университета, из различных институтов. Но не меньший вклад в написание энциклопедии внесли и западные богословы. Это прежде всего и польские, и немецкие, и итальянские, самые разные национальности, с которыми у нас установилась такая связь. Когда задумывали издание энциклопедии, она, насколько я знаю, должна была состоять из трех томов. Так скромно. Но потом в процессе работы все увидели, что придется издавать четвертый том, потому что многие вещи не помещаются. А в итоге, когда вышел четвертый, поняли, что будет и пятый. Пятый сейчас заключительный том. В него вошли последние буквы от Х до Я. Также буквы латинского алфавита. И туда также вошли некоторые статьи, которые все-таки энциклопедии издаются уже на протяжении 10 лет. Поэтому появились некоторые важные, актуальные статьи, которые должны были войти. Например, о Папе Бенедикте, в XVI о Папе Франциске. Они также войдут дополнительно после латинского алфавита. Ну и, конечно, индекс имен. По поводу обложки были жаркие споры. Например, по поводу цвета и материала обложки. Я был не за, прямо скажу, за такое оформление пафосное. Но потом оказалось, что все-таки оно было правильным. Ну, так получилось, что, может быть, мы привыкли уже все и все такое прочее. Я думал, что это будет совсем другого цвета, почти не цветного, ну, с каким-то минимальным тиснением. Ну, она могла бы быть более дизайновой. А так она получилась такая классическая, чуть ли не XVII век. Вот. Очень похожа на, отчасти, похожа на энциклопедию Де и Папе. Есть такая энциклопедия трехтомная, толстая, в настоящей коже, вот такого вот формата большого. Очень такая увесистая. Отец Григорий Цорох, францисканец, первым заговорил о русской католической энциклопедии. В мае 2002 года выпустили первый том. Иоанн Павел II посвятил книге специальное обращение, приняв в гостях редакцию. Второй том отец Григорий не увидел. Погиб в автокатастрофе. Работа над книгой продолжалась. В 2007 году президент Владимир Путин подарил Бенедикту XVI третий и четвертый том католической энциклопедии. В светских газетах книгу одобрили. Это книга для всех людей, которые хотят, то есть иметь такую добрую волю, хоть что-то узнать о католической церкви побольше, поглубже и точнее. В энциклопедии был задан тон на предельную объективность информацию, о которой мы говорим. Одни из первых рецензий, которые были в газетах, они тогда же говорили «учтивое христианство». То есть католичество называлось «учтивое христианство». И что католики обращаются к Господу Богу на «вы». Это немножко в плане юмора. В таких светских газетах много чего писали. Но то, что для нас было очень важным, и мне кажется, это оценка такой объективности информации, которую мы даем, и вообще научной ее состоятельности, то, что учебный комитет Московского патриархата, он заказал для всех учебных заведений православной церкви в России 120 экземпляров для пополнения библиотек этих учебных заведений. Это и семинарии, и богословские институты. То есть благодаря этому существует какой-то такой научный обмен между, в том числе и православной энциклопедией, которая параллельно с нами вот издавалась. Одну из главных ролей в судьбе энциклопедии сыграл Институт европейской цивилизации. Ну, институт задумывался в основном как один из инструментов создания католической энциклопедии, потому что институт осуществляет всю научную подготовку этого издания. Одна из основных моих задач была, что нужно было искать финансирование для осуществления этого проекта. Получили огромную поддержку со стороны архиепископа Тадеуша Кондрусевича, а в дальнейшем со стороны архиепископа Павла Петция. И, разумеется, и без поддержки всех епископов России мы бы тоже с трудом могли бы осуществлять этот проект. Сегодня на пятый том энциклопедии уже открыта подписка. В книжной лавке францисканцев можно заказать все пять книг. Здесь можно приобрести все книги издательства францисканцев и не только. То есть мы еще покупаем литературу. Ну, в частности, вот, конечно, католическая энциклопедия. Все четыре тома здесь есть. И пятый том, который выходит в ближайшее время, тоже поступит прежде всего сюда. То есть сюда приходят люди, покупатели. Многие уже знают, то есть приходят целенаправленно. Можно понять, что они из-за католической энциклопедии. Также мы делаем рассылку по заказам от прихода, в частности, по всей России и тоже из-за рубежа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова